Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Кинофестиваль, арт-проекты и еще масса мероприятий. Всемирный фестиваль молодежи будет открыт для сочинцев. Все детсады Сочи должны быть отремонтированы. К работе привлекли и меценатов. Мэр курорта оценил выполненные работы. Духовную силу России увидели и сочинские школьники. В Адлере открылась краевая выставка иконописи. Почти 200 русалок собрались в Сочи. Сегодня стартовало первенство Южного федерального округа по синхронному плаванию. Английские бизнесмены на Кубанской земле в администрации края сегодня принимали британскую делегацию. Губернатор Вениамин Кондратьев встретился с послом Великобритании в России Лори Бристол. На встрече обсуждали перспективы сотрудничества в разных отраслях. Это строительство, фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования, курорта и туризм и, конечно, сельское хозяйство. Поэтому ставку в первую очередь делают на развитие этой отрасли. Привлекаем сегодня инвестиции инвесторов в современные технологии, в современные производства, в современные способы переработки сельхозпродукции, потому что мы аграрный регион. Земля на Кубани стала очень дорогой, потому что сегодня она является на самом деле основным средством производства. И очень выгодным и очень рентабельным. Господин Джон Линферд сидит очень с серьезным лицом. И в нашем крае можно делать бизнес и не только с серьезным лицом. Поэтому я надеюсь, что на практике вы это почувствуете и ощутите. И все мы придем к тому, о чем сейчас говорили, только уже в конкретном выражении и в конкретных результатах. Глава региона также отметил, что Краснодарский край был и остается одной из самых привлекательных территорий для ведения бизнеса в России. Сегодня на Кубани работает более 800 иностранных компаний, из них более 30 с британским капиталом. В свою очередь представители иностранной делегации подчеркнули, что в рамках визита у них запланировано посещение крупных предприятий региона. Для нас очень важно в ходе визита в Краснодар собрать информацию, которую мы могли потом бы передать тем компаниям, которые не участвовали в этом визите. Поэтому я надеюсь, уже по итогам нашего визита у всех наших участников будет более четкое представление, понимание, как вести бизнес в России. Обсуждая серьезные вопросы, участники встречи не могли обойти тему футбола и предстоящего чемпионата мира. Вениамин Кондратьев рассказал, что край делает все возможное, чтобы это футбольное событие в нашем регионе прошло на высшем уровне. В следующем году пройдет чемпионат мира по футболу. Наши обе страны очень любят футбол. И я надеюсь, что болельщики и из Великобритании, и России получат незлоимое впечатление, удовольствие от игр, которые пройдут и в том числе в нашем Олимпийском Сочи. Делегация из Великобритании на Кубанской земле проводит два дня. Кроме Краснодара, гости побывают и в Сочи. Инга Габеши, телекомпания ФКТ. За экологичностью производства на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе должны следить общественные организации. Об этом заявил глава региона на встрече с руководством предприятия. Завод находится в черте краевой столицы. Его планируют расширять. Но производство должно быть безопасным как для природы, так и для людей. Вопросы экологии для меня, для краснодарцев являются очень важными. И тем более, если мы будем вести речь о расширении завода, то есть вот эти требования к экологичности производства – это требования номер один. То есть мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы в погоне даже за большим производством, за его расширением, мы потеряли самое главное – это экологически чистый принцип работы самого завода. То есть для нас очень важно сохранить принципы экологической безопасности. Предлагаю вам, чтобы, допустим, экологический контроль над экологической ситуацией на предприятии был публичным. Он должен быть прозрачным. В ближайший год проводить различные мероприятия для того, чтобы это поддерживать и развивать. Это очень важно для нас, чтобы очень правильно говорить. Наши рентабельности, часть мы готовы распределять на экологические вопросы, социальные и другие важные вопросы для города. Краснодар «Эко-нефть» – один из старейших заводов на юге России. Ему исполнилось 106 лет. Это единственное предприятие в стране, где производят топливо для реактивных двигателей марки Т1. Сочинцы смогут присоединиться к самому масштабному молодежному проекту современности. Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября. Примет гостей Москва, но большая часть мероприятий пройдет в Сочи. Сегодня в администрации курорта прошло расширенное совещание с организаторами. Они, к слову, уже осмотрели все площадки. Фестиваль молодежи и студентов соберет 36 тысяч участников, волонтеров и представителей СМИ из 130 стран. Основной дискуссионной площадкой станет главный медиа-центр. Молодежь мира будет говорить на тему «Россия – страна возможностей». У нашей страны задача одна, чтобы все уехали из Сочи, став нашими настоящими друзьями. Нам бы очень хотелось, чтобы город не был обделен в части проведения фестиваля. И мы изначально планировали выносить ряд активностей, вот таких вот основных, на территорию города. Проведение основных встреч запланировано в Олимпийском парке. Много мероприятий, в том числе культурных и спортивных, пройдет в центре Сочи. Это и кинофестиваль, его участниками смогут стать горожане. Театральное направление возьмут на себя известные артисты Олег Табаков и Евгений Миронов. Музыкальный проект классической музыки будет курировать Денис Мацуев. Популярные художники мира тоже внесут свой вклад в фестиваль молодежи. Более того, их арт-объекты останутся в Сочи. Совершенно потрясающая будет программа спортивных состязаний. Вообще все проекты и в культурной, и в спортивной части делятся на три категории. То есть будут во время фестиваля постоянно действующие пространства и спортивные. Хотите вы поиграть в шахматы? Пожалуйста. Хотите в пляжный волейбол? Пожалуйста. Вот как наследие фестиваля, например, рассматривается создание в городе площади для городошного спорта. Это же здорово, да? Которым потом будут пользоваться все наши семьи и так далее. Рассматривались на совещании организационные вопросы относительно размещения участников фестиваля, бронирования гостиниц и организации питания. В свою очередь в Сочи создан свой городской штаб по подготовке к фестивалю, который взаимодействует с основным. До встречи гостей осталось полгода, и сейчас все, кто задействован в подготовке мирового студенческого форума, вышли на финишную прямую. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Все детские образовательные учреждения Сочи должны быть отремонтированы, причем обустроить необходимо как внутренние помещения, так и фасады зданий. Такую задачу глава курорта поставил еще несколько лет назад. К работе привлекли и шефов-меценатов города. Анатолий Пахомов побывал в нескольких детских садах Центрального района, оценил выполненные работы и отметил, что еще необходимо сделать в рамках социальных проектов. Продолжит Рината Шипулина. Детский сад номер 34 на улице Клубничной – наследие советского периода. Мозаичные стены фасадов не видели ремонта со дня постройки, хотя во внутренних помещениях работы проведены. Оборудованы и игровые зоны для детей. Сегодня в детском саду за счет поддержки шефов обновляют наружные стены корпусов, проведут благоустройство зеленых зон, обновят и детские площадки. В 15 июне мы планируем сделать 1100 квадратных метров фасада, то есть отбить старую плитку, провести укрепительные работы, шпаклевать и садинаминские караиты покрасить. В 110-м детском саду на улице Гранатный глава города побывал еще в прошлом году. Проблем на тот момент было немало. Долгое время они не решались. Но благодаря поддержке сочинских единороссов дом для нескольких сотен юных сочинцев превратился в настоящий дворец. Работой шефов мы очень довольны, потому что у нас заменили все окна. Сделали нам красивый большой медицинский блок, туалет, изолятор, процедурную, медицинский кабинет. Сделали коридоры, сделали вот эту замечательную изо-студию, где занимаются дети и всем очень-очень нравится. Полностью преобразился и детский сад номер 79. Рисунок на фасадах корпусов, говорит заведующая, разрабатывали совместно с меценатами. Работы проводила строительная компания «Альпика». Заменили здесь также водостоки и карнизы. Фасад очень красивый. Дети всегда бежали в этот детский сад. А благодаря такой красоте они еще больше побежали в свой любимый детский сад. Приводим к единому архитектурному облику все наши учреждения. Если мы внутри в состоянии сделать самостоятельно, то фасад, конечно, и территория – дело неподъемное. Поэтому социально ориентированные шефы предлагают свою помощь. Есть такие, которые полностью могут сделать фасад. Работа эта не на один миллион. Работа достаточно трудоемкая. Упор делается на эстетику и на безопасность, конечно. Фасад логопедического детского сада номер 40 отремонтировали еще несколько лет назад. А вот забор по всему периметру территории появился благодаря шефской поддержке. Установили здесь и экраны. Планируют шефы обустроить и веранду для малышей. И такая работа, говорит глава города, должна становиться примером для участия в социальных проектах. Это очень хорошая традиция в городе Сочи, которая уже на протяжении 7 лет существует. Это когда за каждым детским дошкольным учреждением закреплен шеф. Чаще всего это строители, которые в городе Сочи занимаются строительством. И задача шефа – это всячески поддерживать детские дошкольные учреждения в очень красивом виде. Вот это принципиальная наша позиция, чтобы детские дошкольные учреждения и школы были всегда просто в великолепном хорошем состоянии. Сегодня многие социальные объекты благоустраиваются. И это положительный пример, отмечает Анатолий Пахомов, на который должны ориентироваться горожане, поддерживая в чистоте, в том числе дворы, придомовые и частные территории. Рината Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Сотрудники госавтоинспекции раздали водителям листовки и в очередной раз попросили пропускать пешеходов, особенно вблизи школы и детских садов. Рейд «Дорожные полицейские» провели в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети». В городе проводится целый комплекс профилактических мероприятий. И в первую очередь они направлены на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. При проведении рейдов полицейские акцентируют внимание водителей и пешеходов на соблюдении правил дорожного движения. Доводится до горожан и статистика ДТП. Также особое внимание на маршрутах патрулирования. Инспекторы уделяют нарушениям, связанным с соблюдением ПДД самими пешеходами. На контроле и вопрос перевозки детей. Госавтоинспекция города Сочи обращается к нашим водителям. Будьте предельно внимательны при появлении детей на дорогах. Соблюдайте правила перевозки детей. Используйте детские удерживающие устройства. Родители, подавайте пример нашим детям. Соблюдайте правила дорожного движения. И помните, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения – это залог безопасности и нас, и наших детей. К курортному сезону аэропорт Сочи обновит навигацию и привлечет волонтеров. Они будут помогать пассажирам самостоятельно регистрироваться на рейс с помощью киосков или онлайн на специально установленных компьютерах в терминале. К лету будет увеличено почти в два раза количество навигационных панелей, указателей и знаков. Это снизит число опозданий на регистрацию. В навигации будет указано время, которое потребуется путешественнику, чтобы добраться до необходимого объекта в аэропорту. Также летом расширится география полета. Появятся прямые рейсы из Кемерово. С 12 июня из Кемеровской воздушной гавани будут выполняться регулярные рейсы на курорт. Маршрут будет обслуживать авиакомпания «Алроса» на самолете «Боинг», рассчитанном на 156 пассажиров. В Сочи и обратно можно будет улететь по воскресеньям, сообщает «Комсомольская правда». Ну и к другим новостям. Сочи присоединился ко всероссийскому проекту «За собой». Это федеральный проект по профориентации. Он сегодня реализуется всего в нескольких регионах. Сочи не стал исключением. Одна из целей проекта «За собой» – помочь школьникам с выбором профессии путем знакомства со специальностями из различных отраслей народного хозяйства. Так, например, сегодня учеников восьмых классов 24-й школы знакомились с профессиями из отрасли культуры. Ну а делали это непосредственно сами представители этих профессий, например, работники музея и театра. Проект «За собой» проходит в три этапа, а сегодня второй – после тестирования. Финальный – это экскурсия на предприятия, которое сегодня представляли гости школы. А уже 24 марта будут презентованы профессии из секции предпринимательства и далее по другим отраслям. Одна из тем очень актуальных – это вопрос ЖКХ, когда мы рассказываем ребятам, насколько, например, такой простой момент, как вода из-под крана, требует огромных ресурсов и человеческих, и технических. То есть они, сталкиваясь в повседневной жизни, бывают с какими-то моментами, не представляют, насколько требуется много профессионалов для того, чтобы это все было. По итогам реализации проекта, считают его авторы, увеличится число выпускников школ, которые сделают выбор профессии, основанной на потребностях рынка труда. Центр Сочи украсит новая композиция. Инсталляция в виде зеркальной бабочки. Через пару дней будет установлена на остановке Платановая аллея. Это подарок художнице, выставка работ которой открывается на курорте 23 марта. К слову, впервые в России. Бабочку у городу Сочи, в которой художница влюблена, она дарит не случайно. 23 полотна, которые автор впервые представляет на суд российских зрителей, из серии «Батерфляй», что в переводе с английского означает «бабочка». Знакомить сочинцев, да и в целом почитателей современного искусства со своим творчеством, Инесса, она называет себя именно так, решила именно с этих ярких и красочных работ. Почему «Батерфляй»? Потому что на протяжении многих лет наше общество не было готово к современному искусству. И эта коллекция, она проще, чем последующие. И хотелось бы донести именно этой коллекции, чтобы люди заинтересовались современным искусством. Дальше мы будем знакомиться, конечно, с более сложными моментами современного искусства. Об Инессе говорят, она интрига. До сегодняшнего дня художница избегала публичности. Ранее ее полотна видела лишь Европа, и в основном ее зрителями были мировые критики и эксперты. До недавнего времени задачей Инессы было привлечение их внимания к современному изобразительному искусству России. Сегодня ее персональная выставка – это инициатива города Сочи и непосредственно Элины Баранской, директора Департамента оформления и дизайна городской среды. Вернисаж откроется 23 марта в 19 часов в галерее нового морского порта. А 25 марта Инесса проведет мастер-класс для юных художников. К слову, в Сочи художница открыла мастерскую, где работает уже на третьей серии «Батерфляй». Полотна, обещает автор, первыми опять же увидят сочинцы. В Свято-Троицкой церкви Адлерского района открылась выставка «Духовная сила России». Программа, подготовленная Творческим союзом иконописцев, уже прошла в ряде учебных заведений и кадетских корпусов Краснодарского края. Теперь своеобразный отчет по духовно-патриотическому воспитанию молодежи Творческий союз иконописцев представил на территории Свято-Троицкого храма в Адлерском районе. Здесь в давние времена располагался храм Святого Духа. На открытии выставки присутствовали и представители казачества, воспитанники воскресных школ и образовательных учреждений казачьей направленности. Пой, пой, наш казачий край, песни предка прославляй. Ребята продемонстрировали свои знания истории родного края и сами узнали много нового. Ведь в экспозиции собраны образы святых и реликвии русского народа, знамена, стяги и другая атрибутика православия. Цель проекта – приобщить молодежь к православной культуре. Данная выставка и работа по духовно-патриотическому воспитанию проходит под патронатом губернатора Краснодарского края. Проходит она на всей территории края. И вот выставка и эта работа дошла до Адлерского района. Реализация данного проекта – это еще один шаг по возрождению духовности в России. Выставка будет открыта до 26 марта. Все желающие смогут не только познакомиться с историей родного края, но и принять участие в мастер-классах по иконописи. Елена Веснина выиграла турнир женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. В американском «Индиан Уэлси» сочинская теннисистка в финале обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову. Эта встреча, к слову, стала самым продолжительным финальным поединком в истории турнира серии «Мастерс». Длилась она 3 часа и 2 минуты и завершилась со счетом 6-7, 7-5, 6-4 в пользу кубанской спортсменки. Этот титул для Елены Весниной стал первым в сезоне и третьим в карьере в WTA в одиночном разряде. С победой спортсменку в своем микроблоге поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Поздравляю с новым титулом. Соперница у Елены была достойная. Наша же Света Кузнецова. Российские теннисистки – самые лучшие в мире. И это давно не требует подтверждений. 2 апреля на трассе «Формула-1» пройдет ежегодный полумарафон. Мероприятие соберет около 4 тысяч человек. Бегуны могут выбрать либо дистанцию 5,5 километров по трассе «Формула-1», либо 21,1 километр. В этом случае бежать придется и по трассе «Формулы», и по улицам Олимпийского парка. На 5-километровый забег допускаются желающие от 10 лет, на длинную дистанцию от 14. Победители и призеры будут определяться по чистому времени, согласно данным личного хронометража. Каждый участник получит номер с чипом. Совсем юные участники, а также дети до 14 лет, могут попробовать свои силы в детском забеге на 1600 метров, который пройдет в субботу 1 апреля по территории Олимпийского парка. Все участники полумарафона получат фирменную футболку, медаль финишировавшего и другие бонусы от партнеров мероприятия. Около 190 синхронисток собрались в Сочи. Сегодня стартовало первенство Южного федерального округа по синхронному плаванию. В первый соревновательный день спортсменки продемонстрировали обязательную программу. Расскажет Татьяна Говоркова. Это не самая зрелищная, но очень ответственная часть соревнований. Участницы выполняют в воде фигуры разной степени сложности. Судьи оценивают проплывы, темп, высоту и натянутость. Поэтому без разминки не обойтись. Настя и Полина представляют Ростовскую область. Синхронным плаванием занимаются больше четырех лет. Техника в обязательной программе у них уже на достойном уровне. С завтрашнего дня стартует произвольная программа. Пройдут комбинированные упражнения, дуэты, сольные и групповые выступления. И здесь уже судьи смотрят на качество исполнения, сложность упражнений и артистизм. По итогам первенства будут отобраны лучшие синхронистки по трём возрастным категориям. 12 лет и моложе, средний возраст и юниоры. Они войдут в состав сборных регионов ЮФО и выступят на финале спартакиада учащихся. Она пройдёт в июне в Ростове. Это крупное официальное соревнование. Конечно, девочки пытаются выполнить разряд, какой могут, повысить свой уровень. Команды сборные, наверное, уже всё-таки на территориях отобраны. Но это лишний раз просмотреть спортсменок, сделать какие-то замены. Наряду с опытными спортсменами в первенстве есть и новички, впервые представленные команда Севастополя. Для участниц в возрасте 12 лет и моложе этот турнир – возможность отобраться на ещё одно важное состязание. В начале апреля на базе спортивного комплекса Александра Карелина пройдут всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Олимпийские надежды». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Воронежский фермер представит колбасы, сыры и сало в Сочи. Предприятие примет участие в выставке «Продукты питания-2017». Выставка откроется 22 марта в отеле «Жемчужина». Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство – колбасы, сосиски, сыр и сало. Всё это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке «Продукты питания в Сочи». Куропатка с апельсинами, запечённая в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепёлка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копчёный, брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту, с чесноком, солёное в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции «Воронежского фермера» притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже около 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. Ну и на этом наш выпуск завершён. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. А в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.